День города в Белгороде-Днестровском в этом году планируют объединить с праздником в честь святого Иоанна Новосачавского, покровителя города. Традиционно день города назначают на первое воскресенье июня. В этом году он пройдет 7 июня. Празднование будет длиться 7 дней. Было предложение на прошлом оргкомитете перед проведением Дня города, чтобы совместить и светское мероприятие, и мероприятие, которое касается памяти Иоанна Новосачавского, в целом в течение недели провести вот такие мероприятия. На заседании оргкомитета по подготовке ко Дню города прозвучало много предложений. Например, задействовать в мероприятиях студенчество местных знаменитостей Василия Ломаченко и других. Также хотят привлечь и средневековую крепость. Однако, как именно, пока не ясно. Все еще не назначен новый директор исторического объекта. Приурочить к празднику этнофестиваль. Он будет длиться целую неделю, а каждый день будет посвящен определенной тематике. В течение недели это могли бы быть даже ярмарка, где декоративно прикладывали. Новое искусство. К нам всегда приезжали много. Ну, немножечко последние год-два из-за того, что крепость у нас не была. В общем-то, прикладникам им всегда нравилось именно в крепости. Краевическая интернет-викторина «Прогулка по Акерману» будет интересна и детям, и взрослым. Мероприятия патриотической направленности, связывающие прошлых героев с современными. Эти и многие другие предложения тоже будут рассмотрены и, если получится, подготовлены к празднованию. И, как всегда, вспомнили о финансировании. О чем можно говорить, пока нет ясности с бюджетом развития. А город не приведен в порядок, высказался Валерий Куркин. Если мы городу ничего не приведем до 1 июня, то что же мы будем показывать? Какие концерты и все остальное, когда люди будут ломать ноги? Самый главный вопрос – как мы украсим, напудрим только губы города или же мы все-таки что-то сделаем реально? Не забыли и другую важную дату – 9 мая 70-летия Победы. Поэтому к благоустройству города нужно приступать не позже марта. Опыт проведения конкурсов на лучший дом, улицу ОСМД уже есть, рассказала Любовь Капустина. Должны пройти конкурсы, не просто конкурсы викторины, а конкурс на лучший квартал, на лучший дом, на лучшее ОСМД. То есть то, что подстегнет привести прилегающую территорию нашего города к лучшему. Может быть и лучшее предприятие, лучшее учреждение на озеленение. Вот здесь нужно подумать. Предложения по поводу проведения дня города принимаются от горожан, общественных организаций и остальных желающих. При этом необходимо указывать источники финансирования. Это также озвучили члены Оргкомитета. Вероятнее всего, что деньги на проведение городского праздника будут просить у бизнесменов и горожан.